Мы с вами говорили о том, что творение должно начать получать наслаждение от Творца. Оно не ощущает даже точно, от кого оно получает, просто представляет себе. И оно должно как-то на это реагировать правильно. Для того, чтобы воплотить в жизнь задумку Творца, замысел творения. Для того, чтобы приблизиться к нему, раскрыть его. И чтобы пребывать вместе с ним в обоюдном согласии, наслаждении, слиянии. Для этого существует несколько действий творения, которые оно должно пройти. Первое – это осознание того, что существование в простом эгоизме, когда оно просто получает от Творца, оно очень маленькое, земное. Оно закрывает нас в этой маленькой земной жизни, от чего мы получаем наслаждение только от мелочи – пищи, секса, семьи, богатства, славы, знания. И все, шесть видов наслаждений всего лишь есть. И они нас и ограничивают. Мы подходим в результате нашего развития, эволюции, к состоянию, когда эти наполнения нас уже не устраивают. И тогда возникает в нас тоска по чему-то большему. Возникает в нас стремление осознать, а для чего мы рождены, для чего мы развились, созданы. Для чего мы созданы. Это проблема. Когда у человека возникает состояние, когда он не может себя больше наполнять и наслаждаться этими земными наполнениями, наполнениями, эгоистическими мы их называем, то тогда он начинает спрашивать, в чем смысл моей жизни, для чего я существую, для чего я живу. Много людей в наше время спрашивают об этом, поэтому в наше время так распространено явление депрессии. Но в принципе это приводит нас к тому, чтобы мы задались вопросом о смысле жизни, о настоящем, и поняли, что он не заключается в том, чтобы только лишь наслаждаться в рамках нашей жизни. Есть нечто большее, вот это вот желание к нечто большему возникает у нас после того, как мы проходим все периоды развития в нашем мире, и возникает в нас этот вопрос и конец нашего земного развития.